Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось бы всех поприветствовать на последнюю неделю наших презентаций. Неделя расширенного курса. У нас будет три дня презентации. Сегодня, завтра и послезавтра. Сегодняшним днем мы будем говорить про конфигурацию SMS в 3CX-системе. И поговорим про очереди. Две темы у нас будут. Для двух тем будет демонстрация. Для первой, касаемо сообщений, мы подключим к нашей тест-системе WordPress сайт с интеграцией напрямую на добавочные номера или же в очередь. И также с Facebook интеграцию. Во второй презентации мы поговорим по очередям. Также обсудим каждую стратегию, как она работает. Посмотрим, как вы можете интегрировать очереди, в том числе с Facebook. Чтобы агенты могли получать сообщения напрямую с Facebook, отвечать сообщениями, как можно будет также проводить интеграцию с WordPress, включая звонки в том числе. И переписку с сайта. Ну и рассмотрим детальные моменты, то, что касается очередей и какие настройки есть в системе. Перед тем, как начать, если есть вопросы, поставьте плюс, если нет минус, да, и мы сможем начать с предыдущей, с новой нашей презентации. Если есть вопросы с предыдущей недели, пожалуйста, можно будет их обсудить. Давайте тогда начнем. В общем, если будут вопросы, да, пожалуйста, пишите, мы будем на них отвечать. Обмен сообщениями. Мы поговорим про способы взаимодействия с клиентами через SMS, через Facebook или через сайт, который вы можете интегрировать в WordPress или напрямую с вашего стандартного сайта. В общем, в 3SEX, в консоли управления у вас будет возможность выбрать одну из этих настроек и произвести в интеграцию. Все это настройка будет находиться в сообщениях, где вы сможете выбрать нужную для вас интеграцию. Далее, кстати, каждый агент через WebClient или WindowsClient сможет получать сообщения и переписываться, да, в том числе с мобильного приложения. Говоря про стандартные сообщения, в общем, в 3SEX системе есть кластер обмена сообщениями и провайдеры, которые на текущий момент поддерживаются. Получается, вы не сможете подключить любой провайдер, который поддерживает SMS. Это должен быть именно провайдер, который тестировался с 3SEX системой, да, и именно нашим кластерам, получается, отделы разработчиков и тестеров должны подтвердить этот момент и взаимодействовать с SMS провайдером. На текущий момент у нас их несколько этих провайдеров. Давайте я вам скину в чат ссылочку, где вы сможете посмотреть, какие провайдеры доступны на данный момент для чат сообщения. В общем, для того, чтобы все это работало, на стороне SMS у вас должно быть исходящее соединение на порт 4.4.3.tcp, именно на кластер сообщений 3SEX, как бы. Второй момент, у вас должен быть проброшен порт HTTPS, да, для доступа в консоль управления. Именно на этот порт кластер обмена сообщениями будет отправлять все сообщения на 3SEX систему. Получается, провайдер подключается к общему кластеру, далее кластер подключается к каждой ТЭС, и все сообщения передаются напрямую на 3SEX систему. Говоря про Facebook, получается, интеграция также будет создаваться на стороне сервера и подключаться к вашему Facebook аккаунту, к вашей странице Facebook, через которую вы можете получать сообщения на добавочный номер, на который вы выберете, или же это может быть очередь пользователей. Касаемо лицензии, кстати, я скидываю вам, если вы зайдете на Contact Center, получается, вы увидите, что Live Chat через сайт и Facebook сообщения доступны для всех версий, в то время как SMS сообщения будут доступны только с версией Pro и Enterprise. Получается, Facebook в вашем случае бесплатно, да, вы можете вот интегрировать с 3SEX системой. Говоря про SMS, выбирайте провайдер, который тестировался и доступен, настраивайте его, вся информация будет доступна из шаблонов консоль управления. Используется версия Pro Enterprise для отправки сообщений, получать сообщения, получаться можно будет любую версию. Также стоит учитывать формат сообщений, на которые вы будете отправлять. Как бы изначально каждый провайдер имеет требования, и все номера должны быть в нашем случае в формате E164, получается, плюс 1. Плюс 1, это если код вашей страны, да, и далее оставшийся номер, если вы хотите отправлять сообщения. Точно такая же идея, говоря про сообщения. Вы можете получать сообщение на прямую добавочный номер, или это может быть очередь пользователей, получается, очередь получит сообщение. Далее сообщение будет направлено на определенного агента, который и будет владеть правами этого чата. Получается, вы выберете агента, который примет это сообщение, и далее он будет обслуживать именно этот запрос. СМС-сообщение вы можете отправлять через веб-клиент и через веб-клиент, мобильное приложение и клиент для Windows. Получается, для мобильного приложения и веб-клиенте, и в Windows приложении у вас будет отдельное меню, касаемо СМС. Оно будет у вас отличаться, такое окошко будет в веб-клиенте. Получается, и далее вы можете включить момент, чтобы пользователь мог также отправлять сообщение. Выберите путь, откуда будут отправляться сообщения и через какой транк это будет также происходить. Говоря про онлайн-чат через веб-сайт, здесь также помимо чат и помимо чатов будет доступно аудио и видео вызовы. Получается, весь этот момент будет обслуживаться через веб-RTC, и звонки будут идти точно так же, как напрямую на добавочный номер или же на очередь звонков. Получается, на вашем сайте будет, как только вы интегрируете плагин с вашим сайтом, у вас появится окно, где вы сможете обслуживать, получать сообщения напрямую через ваш сайт. Данная функция, как мы сказали, она бесплатная, интеграция бесплатная для клиента. Получается, клиент через свой веб-браузер заходит на ваш сайт и можно писать сообщения. Точно так же, касаемо АТС, для любой версии поддерживаются и звонки, и видеозвонки, и сообщения с сайта. Стоит иметь также в виду, касаемо настройки вызовов и видео. Как только, если вызов идет напрямую на добавочный номер, вы сразу сможете увидеть и получить возможность клиенту производить звонок или же видеозвонок на добавочный номер. Если же речь идет об очереди, здесь как только один из пользователей будет направлять чат на свой добавочный номер, только после этого клиент со своего браузера сможет увидеть меню, касаемо вызовов, аудио и видео в том числе. Для очередей у вас будет возможно настроить офлайн сообщение, получается, шаблон. Если, скажем, ни один из добавочных номеров не находится в очереди, пользователю, как только, клиенту, да, как только он отправит сообщение в очередь, ему придет, так сказать, шаблон, шаблонное сообщение, которое вы принастроите на ваше АТС в настройках очереди. Скажем, если никого нету, офлайн месседж появится, да, так же можно будет указать, куда позвонить. Касаемо прав, да, мы сказали, что в очереди у вас будет возможность принять определенным пользователям сообщение, да, и обслуживать. Получается, все пользователи, все агенты очереди получают сообщение, которое пришло на очередь, и далее определенный пользователь может взять права переписки на себя. Вы можете это делать вручную, получается, любой агент может вручную зайти в клиенте и принять права на владение чата, следовательно, другие пользователи, другие агенты в чате не будут видеть переписку, или это можно сделать автоматически, получается, первый агент, который отправит сообщение, ответит на сообщение клиенту в чате, да, именно на этого агента будет предписаны права. Всегда в веб-клиенте у вас будет возможность передать чат другому агенту. Получается, если до определенного момента агент взял переписку, да, права переписки на себя, и после определенного момента, скажем, он хочет передать данную заявку своему коллеге или менеджеру, да, он всегда может это сделать через веб-клиент, следовательно, другой пользователь также может увидеть переписку, да, и иметь возможность продолжить ее. Касаемо переписки, также есть возможность определенно задать права определенным пользователям, например, менеджерам очереди, которые смогут отслеживать чаты всех агентов. Получается, по умолчанию у всех пользователей будут недавние и сообщения, которые в архиве, recent and archived, но у менеджеров появится возможность мониторить. Будет отдельное окно, называется монитор, и здесь уже агент ваш, который администратор, сможет видеть все переписки пользователей, он также может даже подсказывать определенному агенту в чате. Получается, в консоли управления будет доступна статистика за 24 часа, за неделю и за месяц, если я не ошибаюсь, получается, сколько сообщений было получено, отправлено, неудавшиеся сообщения в том числе. Также с моментом, когда появилась интеграция сообщениями и смс, у вас стали доступны отчеты в консоли управления, где вы сможете из версии Pro и Enterprise генерировать отчеты, касаемо сообщений, которые были получены через чаты у вас, через смс, фейсбук, интеграцию с вашего сайта. Если же вы столкнулись с неполадками касаемо отправки сообщений или получения смс-сообщений, вам нужно убедиться по принятию сообщений, что порт HTTPS у вас открыт на firewall, получается, TCP соединение должно быть открыто. Вы всегда сможете использовать кнопку тест в настройках смс, чтобы убедиться, что все работает. Номер, мы уже говорили, должен быть в формате E164 без пробелов и без отдельных букв определенных, получается, плюс номер страны и далее. Если же сообщение не отправляется, получается, имейте в виду версия Pro Enterprise и тот же самый формат номера, на который вы отправляете сообщение. Это самые распространенные проблемы. Говоря про онлайн-чаты, то же самое, HTTPS порт должен быть открыт. И корректно ссылка должна быть вставлена, если речь идет про сообщение через сайт. Кстати, как только вы создадите онлайн-ссылку для вашего веб-сайта, ссылка должна иметь Call Us, расширение. В конце должно присутствовать вот такое название, чтобы все у вас работало. В принципе, касаемо Facebook, у вас также будет возможность протестировать, убедиться, что все у вас будет работать. Интеграция с Facebook очень простая. Главное, чтобы у вас была создана лайк-страница вашей компании на стороне Facebook. И далее вы сможете задать права. То, что касается ограничений, получается, в некоторых странах у вас будет ограничение, связанное с GDPR от Facebook, где вы не сможете увидеть аватар пользователя и индикатор typing, когда какой-то из пользователей будет печатать вам сообщение. В принципе, все. Я бы хотел продемонстрировать и показать, где находятся настройки, и сделать небольшое демо. Коллеги, пожалуйста, вопросы по теории. Так, мы зашли на консоль управления TES. На текущий момент у меня установлена версия 16, update 8, где еще сообщение у нас в бета получается, расширение. В 18 версии будет бета уже, насколько я помню, будет закончена. Так, первый момент. Мы сделаем интеграцию с нашим WordPress сайтом. Получается, у нас есть шаблон, обыкновенный сайт, где мы можем сделать эту интеграцию. Что мы сделаем? Давайте мы зайдем в наши сообщения и добавим live chat. Здесь укажем название WordPress. Получается, нужно будет нам указать ссылку сайта. Укажем добавочный номер, который будет получать наши сообщения. Давайте посмотрим, выберем добавочный номер. Пусть это будет 112. И получается, у нас стала доступна вот такая ссылка, как мы говорили, call us. И далее, куда будут направлены сообщения. Данную ссылочку мы скопируем, нажмем ok. Теперь зайдем в настройки нашего WordPress сайта и скачаем нужный нам плагин. 3CX live chat. Давайте скачаем данный плагин. Активируем его. И теперь у нас есть возможность выбрать интеграцию. Что мы будем использовать интеграцию именно live chat с нашей АТС. И не напрямую с WordPress сайта. Получается, если вы хотите интегрировать и получать сообщения не через АТС и добавочные номера, а напрямую через ваш сайт. Здесь есть консоль администратора. И отсюда также можно получать сообщения. Вы можете выбрать тогда второй момент. В нашем случае мы будем получать через 3CX. Нажимаем далее. И теперь вставляем нашу ссылочку, которую мы только что скопировали с консоли управления. Получается, вот здесь это наша ссылка. Вот она здесь. И мы ее вставим в мастере установки. Нажимаем далее. Далее, какую информацию вы хотите предложить пользователю, чтобы он вводил, получается. Будет только имя он может ввести. Нужно ему указать имя и почту. Или ничего не нужно указать. Давайте в нашем случае выберем только имя. Далее можно предложить, что будет отображаться. Только чат. Аудио и чат. Видео, аудио и чат. Давайте мы выберем все. Пусть будет и аудио, и видео, и чат. Нажмем далее. Здесь выбирается стиль окна, который у вас будет отображаться. Получается, вы можете его изменить, если есть необходимость. Давайте я оставлю стандартный 3CX цвет. И нажму finish. Получается, теперь у нас есть возможность более детально здесь все настроить. И мы можем теперь приступить к настройке. Так, чат сообщения. У вас должно появиться, в общем, на сайте окошко. Это вот окно. Теперь мы можем указать время. На текущий момент время нашего сервера отличается. Оно на час вперед идет от времени компьютера. У меня здесь вообще мой ПК находится в другой часовой зоне. UTC. Здесь у нас часовая зона плюс 2. Давайте учитывая эту часовую зону плюс 2, мы настроим. Сегодня у нас вторник. Создадим рабочее время с 9 утра, скажем, до 6 вечера. Нажмем add. Сохраним настройку. Chatbox. Так, greetings. Получается, вы можете поприветствовать пользователя, который заходит на ваш чат, чтобы у него было сообщение. Hey, we are here to help. Нажмем ok. Сохраним. Получается, с нашего сайта мы только что отправили сообщение. Давайте мы откроем окно переписки. И мы видим, что пользователь, которого мы указали в АТС, 1.1.2, получил сообщение напрямую через сайт. Теперь вы можете отвечать. Ну и в принципе, вот так будет идти переписка. Как мы сказали, у вас будет возможность производить видео и аудиозвонки через сайт напрямую. В данный момент будет использоваться WebRTC протокол. И кодек, который используется, веб-клиент поддерживает H.264 кодек. Также поддерживается кодек V.8 и V.9. Получается, это Google протокол для звука. Давайте сделаем тест видео и посмотрим, в принципе, микрофон от фонда. Потому что на данный момент я нахожусь совсем на другом сервере. Так, давайте мы сделаем следующее. У меня скопирую еще один новый сайт. Это была у меня удаленная машина. И теперь мы зайдем через другую. Кстати, сообщение, которое выходит, да, вот мы его настроили. We are here to help. Вы можете изменить под ваше сообщение. Далее указывается название. Демо. Давайте мы сделаем. И нажмем чат. Видим, пришло новое сообщение. И давайте посмотрим насчет демо. Я извиняюсь, та же самая проблема, потому что у меня удаленная машина. Микрофон не найден здесь. В принципе, если у вас будет микрофон, да, вы, конечно же, можете отвечать на этот звонок. Разговаривать точно так же, как и видео. В следующей презентации мы рассмотрим про очередь. Как это можно будет с точки зрения очереди получать чат-сообщение, да, и настраивать его в очереди, добавив, так сказать, экстра возможности для ваших клиентов. Это то, что касается интеграции с WordPress сайтом. Я думаю, ничего сложного здесь нет. Только несколько кликов, и мы, в принципе, установили наш плагин. Конечно же, здесь можно будет добавить более кастомизации. Я думаю, несложно. Вы сможете разобраться, где должно быть сообщение. В нашем случае мы видим, что чат-окошко стало доступно на всех сайтах, да, All Pages. Вы можете подключить их на определенные сайты. Касаемо очередей, здесь есть одна интересная настройка, но я бы хотел ее показать, наверное, позже. Так, Visibility. Получается, если у вас будет отключена настройка, когда будет работать чат, да, в нерабочее время, получается, данное окно будет недоступно. Получается, пользователь, клиент, который зайдет на ваш сайт, это окошко будет недоступно, если вы его не настроите. Меню, именно которое называется Ignore Queue Ownership, это будет применяться к вызову через сайт и вызову звонков. Через ваш сайт, через плагин, вот то, что мы показывали, вот именно настроек. Получается, будет идти форсинг, и сразу доступна данная функция касаемо звонков. Если же эту галочку не убрать, звонки появятся только после того, как начнет идти переписка. В принципе, я это чуть позже продемонстрирую. Коллеги, пожалуйста, вопросы касаемо плагина для WordPress. Был какой-то момент непонятен, если был, пожалуйста, напишите, что нужно будет рассмотреть, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Борис, спасибо за вопрос касаемо SMS. Планируете ли добавление провайдера в будущем? Смотри, на самом деле 3Sex открыта к дополнению любым провайдерам, которые обратятся и захотят совместную интеграцию провести, да. И, пожалуйста, можете это сделать напрямую, если есть возможность с вашей стороны заинтересовать вашего провайдера. У нас здесь на сайте где-то была ссылочка, сейчас я посмотрю. If you are a VoIP provider and wish to become 3Sex certified, пожалуйста. Просто я вам ссылочку в чат скину касаемо интеграции с 3Sex. Вот можете заполнить, перейти по данной ссылке и пройти тестирование. Борис. Ну, вопрос. Какие еще CMS будут поддерживаться, кроме представленного WordPress? Для других CMS интеграция будет проводиться через API. На текущий момент CMS только в WordPress, но также есть доступна интеграция через JavaScript. Так, этот момент я прозевал, я извиняюсь. Стало доступно также на Wix, Durpal, Joomla. Не, на самом деле получается, да, есть больше интеграции. Лично я не знаком, я извиняюсь. У меня не было этой информации. То, что стали доступны интеграции, кроме WordPress, на другие сайты. Пожалуйста, можете попробовать по ссылочкам, которые есть. Давайте я вам скину сейчас их сюда. Так как я не уверен, если они будут доступны с версии 16, да, но раз разработчики уже выпустили отдельный гайд, возможно, это идет разработка для версии 18 и, возможно, будет работать с версией 16 также. Касаемо кастумного live chat, здесь именно был генератор онлайн, который вы можете пройти. Давайте я зайду в CMS, интегратор, live chat. Да, для стандартного сайта вы могли использовать вот этот вот wizard готовый. Download host on your server. Получается, данный сайт вот сможет вам создать генератор кода, который вы можете поместить именно на ваш сайт, JavaScript. Давайте я также это скину в чат. И, в принципе, талия вы можете уже кастомизировать, то, что доступно с вашей стороны, да. Давайте мы также сделаем интеграцию с Facebook, посмотрим, как это работает на АТС. В консоли зайдем добавить Facebook. Выберем нашу страничку. Получается, у нас уже была создана страница. Вот она называется 3Sex Academy, The Academy. Выбирается именно она. Нажимаем далее. Тут указывается момент касаемо сообщения. Все оставляем по умолчанию. Нажимаем ОК. Включаем интеграцию с Facebook. Получается, токен и Page ID автоматически будут прописаны. Далее указываем маршрут. Давайте мы сделаем, как и в прошлом примере, на добавочный номер 112. И в режиме оффлайн, если пользователь недоступен, мы укажем сообщение. Please contact us later on. Кстати, вы можете Facebook протестировать, если у вас все работает. Успешно подключилось все. Теперь давайте отправим сообщение через наш Facebook на добавочный номер. Нажимаем, обновим давайте окно. Кстати, здесь вы можете проверить, если прошла интеграция. Вы зайдете в Settings вашего Facebook аккаунта. Далее зайдем в Business Integration. И вот можно нам посмотреть, что у нас произошла интеграция с 3Sex системой. Возвратимся на наш сайт и отправим сообщение. Мы успешно получили сообщение. Обратите внимание, что иконки также будут отличаться. Иконки с Facebook, иконки с сайта, иконки с SMS у вас также будут отличаться. Получается, с сайта будут стандартные иконки, как и локально. SMS в нашем случае я протестировать не смогу, потому что аккаунта у меня пока что нет. В принципе, мы видим, что сообщения получаются. Давайте мы ответим. С нашей АТС мы отправили сообщение в Facebook чат. В принципе, все. Все успешно работает. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы говорили, что в чате вы можете архивировать сообщения, передавать их. Можно будет передать сообщения другому пользователю. Давайте мы это сделаем сейчас. Откроем наш браузер. Другой. Или же тот же, только iCognito Window. Так, у нас другой добавочный номер 0,0,0. Давайте мы передадим этот чат добавочному номеру 0,0,0. Перевод. Видим, что чат сообщения было полностью передано. А теперь другой добавочный номер может продолжать переписку. This is 0,0,0. Пожалуйста. Так это работает. Обратите внимание, что в добавочном номере 0,0,0 у вас появились экстра возможности здесь в чате. И стало еще одно окно монитор. Получается, если я зайду в консоль управления, добавочный номер 0,0,0. В правах он будет видеть все переписки других пользователей. Мониторинг. Так, так как речь идет про мониторинг в данный момент, про очереди, да, мы еще про это не говорили, но забегая вперед, в очередях, вы можете указать отдельно, какие пользователи, да, будут иметь возможность мониторить. Получается, в моем случае, очередь 806. В очереди 806, в уведомлении, мы видим, что пользователь 0,0,0 имеет такие права, да, и может смотреть сообщение в очереди. Давайте я добавлю, скажем, очередь 0,0,0. Получается, теперь пользователь также может видеть другие сообщения других пользователей в очереди. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Отлично, вопросов нет. Давайте так сделаем, перерыв на 20 минут, а потом продолжим с презентацией по очередям и уже сколько времени понадобится. 20 минут, получается, перерыв. Коллеги, увидимся через 20 минут. Спасибо.